Всем привет, ребят! Я уже в Москве, уже сегодня 4 января. Кстати, сегодня день рождения у моей подружки Надь, завтра мы идем отмечать. Надо не забыть ей написать. Звонить, наверное, не буду. Один фиг, завтра уже увидимся, будем праздновать. Сейчас мы с Кариной направляемся в ЦУМ, чтобы, во-первых, поменять шарф, который она подарила мне на Новый год. Кто-то написал, что у меня неискренние эмоции, я недовольна, я не рада. Это неправда. Мне не очень зашел цвет и принт, скажем так, грубо говоря, на шарфике. Но я очень была рада подарку, конечно же. Я вообще всегда радуюсь любым подарком. Просто потому, что, во-первых, это внимание и отношение человека к тебе, что он думает о тебе. На самом деле, я думаю, что в этом ничего такого нет, что мне там цвет, расцветка не очень зашла. Я хочу ее поменять. Карина с самого начала сказала, что если тебе не понравится, это ничего страшного, поменяемо. Я считаю, что, ну, типа, кто-то там писал, что, типа, фу, ты какая, что тебе не нравится. Типа, ммм, ааа. Я думаю, кошмар. Ну, мне кажется, что это даже глупо комментировать, но я все же прокомментирую. И мне кажется, что было бы обидно, если бы такой дорогущий шарф был в цвете, который мне не очень, например, нравится, который я бы, может, реже носила, да. И я думаю, что комментарии излишни. И мы сейчас с Каринечкой, с моей подруженькой, она за мной заехала. Мы сейчас приехали к ней домой. Она кое-что дома забыла, сейчас поднимается, заберет. Вот. И мы с ней поедем в ЦУМ. Едем в ЦУМ, едем в ЦУМ. Но на самом деле не куча. Я хочу сдать этот шарф и, возможно, посмотреть себе другой. То есть, Карине вернутся эти деньги, она мне тихо их добавит. Суть в том, когда мы обсуждали, что дарить там на Новый год, какие праздники и так далее, что вообще кто хочет в подарок, я Карине как-то намекала на то, что мне очень сильно нравится ее шарф, тоже, по-моему, от Бербери. Очень он мне сильно нравится. Такой он прям красивый. Я прям в прошлом году в нем делала фотку. И я ей прям сказала, что вот цвет прям вот то, что нужно, потому что, да, у меня много черно-белых вещей, но вот я фанат бежевого, там, вот коричневого, что-то такое, хотя у меня даже ногти черные. Ну, короче, вот нравится. У меня много бежевых вещей стало. Я думаю, вам тоже это видно, заметно. И вообще для меня этот цвет такой, который, ну, как будто бы подо все должен подходить. Потому что вот этот шарф, который мне Карина подарила, он такой плюс-минус спортивный. Даже Карина мне об этом сказала, что он такой, типа, плюс-минус спортивный. Ты же за комфорт, за спорт и так далее. И я ей такая говорю, да, но ведь я тебе тогда намекала, что мне так нравится твой шарф. Ну, типа, с намеком на то, что в такой расцветке, если вдруг ты захочешь подарить, то в такой расцветке. А вообще, я Карине говорила, что давай сделаем так. Ты мне просто, типа, подаришь денюжкой, но не просто денюжкой, а, типа, так, что я должна купить именно шарф себе, например, да, на эти деньги и, например, добавлю еще сколько-то своих денег. Потому что, ну, брендовые вещи, они не дещевые. Впрочем-то, я так уже делала на Карине день рождения. Я, бывает, Карине вообще подарки на день рождения не дарю. Может быть, я плохая подруга, но она и на день рождения меня никогда не зовет. Ну, знаете, обычно как, типа, ну, не позвали на день рождения. Ну, что мне теперь всем подарки дарить? Это, знаете, как все, кто меня не зовут, понятно, что она моя лучшая подруга. И это логично, что я должна ей подарить подарок и все такое. Ну, я ее подарок. На вот этот день рождения, который у меня был, когда она была в Лондоне, я скинула деньгами тоже. Говорю то, что это тебе, ну, как бы, подарок от меня, чтобы ты купила себе что-то красивое. То есть, я именно скину их не просто, типа, ну, иди там потратить, а я с намеком на то, чтобы она пошла и, там, купила себе что-то из брендовых вещей. Поскольку, ну, как бы, некоторые вещи брендовые стоят, там, ну, от 100 тысяч, 70 тысяч. Ну, это уж, как бы, совсем много. Хотя надо радовать любимых. Но в любом случае, в общем, скинула, сколько смогла. И если вы думаете, что я на Новый год ничего не подарю, то это не так. Мы как раз сейчас едем в ЦУМ тратить также и мои деньги. Возможно, что она что-то увидит дорогое. Ну, понятно, я там столько денег, может, не смогу, да, ей подарить на Новый год. Ну, там, какую-то часть подарю тоже и сделаю свой вклад в какую-то брендовую вещичку, которую она сейчас себе, например, захочет. Ну, я не знаю, что она захочет, но, то есть, как бы, вот в таком стиле. Красотка такая. Вообще, ну, мы с Кариной уже друг друга, конечно, поздравили с Новым годом, в Новый год практически, прям, сколько-то там минут было. Голосовым сам. Да, голосовым, нормально. А сейчас мы в первый раз с ней увиделись в этом году. Это наша первая встреча. И в нашу первую встречу мы едем в ЦУМ, отлично. Мне нравится начало, да? Наша совместка. И что, что возвращать вещи? Не, ну, почему возвращать? Может, мы себе что-то там купим? Извини меня, парковка, 900 рублей, или сколько она там стоит? Надо что-то купить. Нет, что-то, Паля, было, возможно. Да. Парковка была дешевле. Да. 0 рублей. Не, ну, 900 рублей в час. Мы больные, что ли, совсем так? Без покупки тогда нет смысла ехать, реально. 3 тысячи можно дать. Ну, да. Так, ребят, мы уже доехали до центра достаточно быстро. Смотрите, как красиво. Здесь так красиво, девочки. Я перестаю дышать. В общем, мы с Кариной обсуждали, кстати, я не знаю, показывала её или нет. Да. Привет. Мы с ней обсуждали то, что всё-таки в том году мы с ней как раз в январе после Нового года поехали в ЦУМ и купили сумки себе. Мы просто... Я пыталась вспомнить, что ровно год назад, примерно в это же время, слушай, мне кажется, вот прям чуть ли не вот вчера или позавчера мы с тобой поехали в ЦУМ. Можно посмотреть. А знаешь, почему ещё? Потому что у Нади же сегодня день рождения, и я тогда ей как раз подарок покупала. Точно. Офигеть. Вот это... Слушай, мы с тобой тот год, считай, так начали, и этот год так же начинаем. Снег. Это снежинки. Я не знаю, я честно признаюсь, покупать чего-то себе такого основательного, прикольного не буду, но что-нибудь прикольное маленькое поступит. Ну да, посмотрим, потому что я уже подписчикам рассказала, что я тебе ничего на Новый год не подарила, поэтому, может, сейчас что-нибудь приколдесное тебе возьмём. Красиво украшаю. Это просто восторг. Ребята, даже не знаю, с чего начать. Вы наехали на мою Юлечку, что ей подарок не понравился. Я вам скажу, что я ни капельки не обиделась, и поэтому зачем вам как-то к этому относиться с негативом, тоже непонятно, потому что если сам даритель не против, то зачем вам быть против? Дело в том, что я дарила Юле изначально шарф, просто потому что знала, что она его хотела, но когда я его выбирала, я понимала, что дизайн специфический. Он ей может понравиться, а может нет. Нет, я дарила его с точки зрения того, что если ей не понравится, она добавит своих денег, мы поедем, вернём, и она докупит себе более хороший, потому что более хороший стоит гораздо дороже. И, ну, как бы, я не знаю. Ну, короче, да, ну, типа... И просто это too much вообще, это лея. Ну да, да. Поэтому я как будто бы, как и она мне на день рождения дарила, она подарила мне просто денежки, которые я добавила к своей панамке от Chanel, купила её. Да. И мне было кайф от этого, так что у неё теперь есть, ну, типа, вот эта сумма определённая, которую она добавит и купит совершар своей мечты. Поэтому так можно человека заставлять носить то, что он не хочет. Даже если бы это недорого было, даже если бы это 5 рублей стоило, или 5 тысяч рублей, ну... Ну, понятно, если бы это стоило 5 рублей, мы бы не поехали менять, просто я бы купила другой, но тут как бы такая ситуация. Я бы, может, его и носила, под что-то определённое, конечно. Я не говорю, что он некрасивый, нет, он прикольный, просто я понимаю для себя, что он... Да, мне немножко напоминает, что это как будто я фанат какой-то футбольный, буду ходить с этим шарфиком, так, да, Валь, за Россию! Ну, короче, и, ну, просто чёрно-белый тоже. Ну, в общем, суть не в этом. Суть в том, что он классный, под что-то я бы его наверняка носила, 100%. Но мне хочется что-то более универсальное такое подглядеть. Короче, мы с Кариной проголодались, мы вернули этот самый подарок мой. Да, было тяжело, но мы это сделали. Пришли в ресторан, я заказала себе вина, поскольку Карина меня сегодня возит. Взяли сыр салагуни, хачапури заказала я, ахенька. Ана, помните наш флог, где мы сидим у меня дома, пьём и говорим о моей любимой футболе? Наконец-то, Юля, первый раз здесь. Я очень рада. Да, я здесь ни разу не была, и тут так классно, всё можно, всё, вот видите на заднем фоне, всё здесь можно. Здесь центр, цены супер. Спаржа на гриле 250 рублей, вы где такое видели? Да, качапури аджарские 400 рублей, ну, типа, это вообще адекватная цена. Да, такого центра типа, соседняя улица, как у вас. Да, не, классное место, реально, прям, я Карине говорю, офигеть, здесь будут детей рожать, так нравится. Казмараули есть, с ума сойти, всё есть. Так что сидим, кушаем, болтаем, сплетничаем, обсуждаем жизнь. Смотрите, какая красота, и Финкали нам принесли. Мне, конечно, всё это нельзя, хлебные изделия мне попросили не кушать. Но тут такая вечеринка, так хорошо сидим, поэтому сейчас будем кушать. Я выпила двойную порцию Кинзмараули, мы посплетничали. Хочешь Старбакс? Нет, ты хочешь? Нет. Какой мне Старбакс? После Кинзмараули. И сейчас идём в ЦУМ. Причём до этого мы гуляли, я такая смотрю на всё, думаю, типа, ну вроде нравится, ну ладно, господи, ну что ж такие деньги, сумасшедшие тратить на это. А сейчас после двух Кинзмараули боюсь, что что-то мне захочется. Ой, я себя ещё плохо слышу в этой шапке, мне кажется, ару на всю улицу, на всю Москву. Так что гуляем, здесь невероятно красиво. Конечно, холодно в жилетке, зато какая ты модная. Да. Я, конечно, тоже. Кстати, удивительно, но в Заре действительно не очень дорогая оказалась. Три тысячи... Три тысячи словами. Да, ну типа верхняя одежда, это очень даже пролично. Да, нормально. Так что идём, наконец-таки, что-то покупать. Иногда я представляю, как было бы круто, если бы мы с тобой жили вместе, мы бы покупали вместе вещи и носили бы вместе вещи. Поделились? Да, и не покупали бы одинаковые сумки, например, потому что у нас бы уже была одна такая сумка. Я, кстати, думаю продать. Что? Свою первую? Как у себя, да. Потому что мне кажется, я с ней не играла. Не, я её ношу и часто. А, да? Просто я как будто хочу что-то новое, но мне лень тратить на это деньги, поэтому я думаю, может быть, стоит. Ну так многие делают. Ну да, типа просто продать, она в очень хорошем состоянии. Тоже люблю, просто хочется что-то новое. О, кстати, оцените, как здесь красиво. Так, я хочу что-то сделать. Да, здесь очень красиво. Прям вау, вы посмотрите, я в восторге. Ну здесь реально прям фоткаться надо, сюда надо приезжать прям. Ними меня на телефон включёт. А ты меня-то имеешь? Ну да, конечно, я что, по-твоему? Красиво. Что здесь? Билеты какие-то. Что это значит? А, типа билет 21-й год? Прикольно. Ребята, покупаем все билеты на 21-й год. Не носи медицинскую маску, она некрасивая. Носи модный, чёрный. Ну ты мне полари? Могу. Да у меня есть какая-то вонючая дома? У нас сейчас кто-то спросил, насколько мы одеты. Я бы рассказала. Это по бартеру, это по бартеру. Так, мы видим здесь Карина. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы проект, который спрашивает у всех подряд, во что вы одеты. Не могли бы вы рассказать, во что вы одеты, сколько это стоит? Конечно, могу. Значит, маска Uniqlo. Ага, сколько стоит? Серёжек нет. Кольца суммарно тысяч на 250. Подождите, мы приблизим, у нас просто оператор отсутствует нормальный. Это помолочная и обручальная. Вот это вот тысяч пять, свитер. Мне достался бесплатно. Это три пятьсот. Подарок. Это шестьдесят левять. Это подарок мужа, как я догадываюсь, который звонил мне накануне и спрашивал. Это так мило, я так рада, что он тебе это подарил. О, молодец. И ты молодец, что просоветовала. Штаны, бартер, тысяч шесть, обувь, бартер, тысяч двадцать. Ну, потом посчитайте сами в комментариях. Так. Всё. Всё? Больше ничего. Здравствуйте, Юля, подскажите... Сейчас. Здравствуйте, Юля, мы... Да стоп тебя! Здравствуйте, Юля, скажите, пожалуйста, на какую сумму ваш аутвит сегодня? Так, ну мой... Ой, я обделалась. Так, это не вставляйте. Куртка фиксен, сколько стоит? Не знаю. Блин, я тоже. Ну, вставим. Паун двадцать пять. Это подарок. Шапка фиксен, тоже подарок. Двадцать пять. Блин, а что тут не бахнет? Подожди, а ботинки... А, ботинки в портал, тоже подарок. Не знаю, сколько стоит. Ну, ты их, допустим, семь. Ну, допустим, этот костюм, это эластик-стор, шоу-рум, тоже не знаю, сколько стоит, все, подарок. Ну, допустим, тысяч пятнадцать. У меня даже бюстгальтер подарок. Ну, а сколько вот? А, эластик... Подожди, бюстгальтер это миллион, которое рекламировало, тоже подарок. Короче, единственное, что не подарок, а сама себе купила, это... Может, можно сходить? Нет, конечно. Мы не догадываем. Слушно. Классно. Так, ну что мы там стоялись? У нее шляпка блестяк, надо было у нее спросить. Да, конечно? Нет, конечно. Спасибо. 135, сумка самая дорогая. А, ну что, у меня еще кольца. Вот это тоже, кстати, у меня за рекламу, но стоит 250 тысяч. Обалдеть. Да. А вот это не за рекламу. Это где-то... Ой, сейчас могу соврать, но тоже сто с чем-то тысяч стоит. Сережки у меня стоят 35 тысяч. Вы пендрежниц. Единственное, что не по парту. Но это сережки, я уже не знаю, сколько лет ношу, люблю их. Что у меня еще? Маска. Маска, ну сколько, в Ашане купила. Блин, я даже не знаю. На все сказала. А, ну айфон у меня последний модель. Все остальное по бартеру. Бартер forever. Так что, ребят, не обессудьте. Зачем мы это сделали? Можно такой вопрос? Да ладно, прикольно. Я все жду, когда спросят. Знаешь, я еще так переживаю, когда куда-то пойду. Вдруг у меня спросят, а я такая, ой, ну это в Ашане. Ну типа все же блогеры такие на понтах, клевые. Так, ладно, ну пошли тратить деньги. Я уже выпила. Давай на первом этаже. Давай. На первом. Не важно. Тогда. Ладно, расскажи, какой твой самый любимый брендовый магазин? У меня фаворит это Louis Vuitton и Gucci. Не знаю почему. Других, наверное, ну, блин, Dior слишком дорого все равно. Dior, да, дорого. Ну, у меня, наверное, Prada, потому что там ценник нормальный. То есть там... Да, там какая-то шняга, но все равно надо поглядеть, потому что... Блин, такие мы, конечно, охреневшие. Сволочи. Мы с Кариной тоже это обсуждали, что бренды, не бренды. Блин, когда выкидешь два бокала вина, то есть не страшно снимать в зуме. Короче, каждый живет по своим возможностям, я так считаю. Да, мы бы радовались также другим вещам, стопроцентно. Я так же... Я так и радовалась. Слушай, я так же радуюсь там подарком от бабушки. Они там не брендовые, но офигенные с душой. Платочек я видела. Да, очень радовалась. Не, я просто помню, как мне мама давала 5000 на шопинг во время школы, как я с этими 5000-ми кайфовала и старалась купить как можно больше всего классного на эту сумму. И так же была счастлив, как и сейчас, типа. Да. Ну, поэтому... Так, там где-то с другой стороны. Вот, я очень сильно хотела вот эту сумку. Вот именно с таким ремнем, но вот без этого. Да, это много введения какие-то. Но вот это прикольно с обувью. Ну, не знаю. Ну, не, лучше без. Можно спросить, если... И тут тоже какая-то. Они просто прямо... Вот я помню, пришла я за этой сумкой. Но она уже не так мне нравится, если честно. Ну, да. Короче, Юля сошла с ума и решила взять себе сумку. Я уже на кассе собираюсь купить сумку, о которой даже не мечтала. Я купила дорогущую сумку. Я не знаю. Ты сумасшедшая. Ну, всё. После этого я точно не буду заглядываться на другие сумки. Даю себе слово. Сейчас мы выбираем... Где-то на полгодика тебя хватит. Ну, да. Ну, блин, на самом деле, это, грубо говоря, я сама себе подарила подарок на Новый год. Когда я покупала себе новый айфон, я говорила, это я себе на день рождения. Теперь я себе сумку купила. Я такая, это я себе на день рождения. Это на Новый год. Ну, да. Выбираем Карине и её поросячьему взгляду. Как там поросячий... Поросячий взгляд. Да, 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 выбираем. Тебе нужны очки на постоянку, а не для фоток? Они все хорошие. Это что? На постоянку, я тебе сказала. Короче, мы решили с Кариной не дарить друг другу подарок на Новый год. Точнее, мы себе договорились, что вот я купила себе сумку, и типа она мне скинула на неё дополнительный денежек, сколько она мне на шаг выдавала. А я ей сказала, что типа давай не будем друг другу скидывать, просто купи себе тоже хорошую, дорогую вещицу. Я её уламывала, говорю, возьми себе очки. Она говорит, что не знает уже. Мне подарили подарочную карту на определенную сумму. И я думала, что типа если я возьму себе очки, я как бы располочусь тысячи на этим, тысячи на этим, и тогда будет дешевле. А так оказалось, что там нельзя этой карточкой воспользоваться, но на самом деле там не сильно большая разница. И я говорю, давай я тебе куплю, а ты мне скинешь деньги. Ну типа, как мы и договаривались. Ух ты! Это нелогично. Да, нелогично, но я хочу, чтобы... Кстати, ты знаешь, когда мне позвонил Оск и спрашивал, что ты хочешь, я ему скинула, что ты хочешь, но также я сказала, что я не помню, чтобы у Карины были какие-то классные очки. У тебя их нет. Нет, ну, рей-бены. Посмотри на меня с этим огромным пакетом. Я хожу и думаю, господи, какого чёрта, какой просто бык укусил меня за задницу, что я пошла и подстрелила такие деньги. У них пакеты произведения искусства тоже. Можно как сутки. Вы в Сен-Лоранс? Да. Почему произведения искусства? Ну, смотри, как красиво. По-моему, обычный чёрный пакет. Нет, ты видишь его форму, его texture, его... Да, я вижу, что это обычный чёрный пакет. Конечно. Карина видит в этом эстетику. Вообще, мне в ремонт начинается себе что-то купить, чтобы как будто бы друг другу подарки подарили. Ну да. А то как будто бы ничего и не произошло. Давай, ну, мне кажется, ты зря ломаешься. Ну, очков у тебя реально нет. Я, кстати, даже, знаешь, сама думала тебе подарить очки на Новый год. Потому что у тебя их реально нет. Я даже воску это говорила. Вот такие очки Карине нравятся. Но они реально клёвые. Они такие вот прям женственные, такие зловые. Вот прям вообще. А вот мои. Зацени. Ура! Она решилась. Вот так и заканчивается наша вечеринка. Мы уже на парковке. У Карины новые очки. У меня сумка. Просто бред какой-то сумасшедшего. Бык, ты что творишь? Ой, нет. Пожалуй, я не буду так. Чехлы? Да. Практически кошелёк. Ты можешь его кому-то подарить и сказать, что это кошелёк. Нет, я сама учу. Нет, конечно. Сейчас у меня были мысли посмотреть кроссовки от Гучи. Грубо говоря, когда уже весенний, летний сезон начнётся. А потом я опять вспомнила и поймала себя на мысли со своими проблемными ногами, на которых постоянно у меня проблемы. То есть для меня обувь это очень такой важный момент, который подбирается очень тщательно. И мне страшно всегда покупать какую-то дорогую обувь, потому что если, не дай бог, она меня начинает натирать, то я с ума сойду. Потому что я не смогу её носить, а за что я тогда деньги отдала? Так что, короче, мы выезжаем из ЦУМа, я до сих пор немножко в шоке. Что со мной сделал Кейз Бараули сумасшедший? Видимо, что Дана подарила Бузовой. Кортье, браслет, через бриллиантов 30 миллионов. Это в Акуше написали, что за 30. Я не проверяла, но там есть скрин. Я просто офигела, это такая большая сумма. Сумасшествие. Не, ну у всех, конечно. Не, ну конечно, да, это то, о чём мы и говорили, в принципе. Ну вот, опять у нас новогодние влоги. Ну я не знаю, ну это какая-то традиция. Я думаю, что нужно её придерживаться. Всё, отстаньте от меня. Так вот, и это инвестиция своего рода. Потому что если у Ольги Бузовой когда-нибудь будет сложно в жизни, не дай бог, просто она возьмёт, придаст такой проследствий ей. И у неё всё равно станет хорошо. Можно квартиру целую купить, да, на эти деньги. Или жить там на пенсии, грубо говоря. Уже путешествовать на эти деньги. Ну это возможно. Возможно, даже будет дороже, дорожать, а не дешеветь. А то, может, и дешеветь. Ну всё равно. Что ещё хотела сказать? Мне писали, что я материалист. Мы это тоже обсуждали с Кариной. Я так и не поняла, что это значит. А вот я типа как? Я хочу какие-то вещи. Я мечтаю о каких-то просто вещах, которые стоят просто денег. Но это не значит, что я не ценю какие-то другие моменты в жизни. Не только материальные. Ну да. Ну типа это странно. Что это значит? Как будто бы там те люди, которые так писали, они ни о чём не мечтают и ничего не хотят. Ну то есть это, ну... Кто же этого не понимает? Мне кажется, каждый хоть раз там о чём-то-то и думал. Ну не хоть раз, сто процентов, даже больше. Ну типа, блин, какая кофточка классная. Так хочу я, пипец. Вот бы мне такую кофточку. То есть по сути получается, что я могу уже назвать человека так, да? Ну я просто не совсем понимаю, что ты знаешь. Не о том же. Возможно, мы такими кажемся, потому что мы там целый блог можем этому посвятить, как сейчас, да, с тобой. Похватил целый блог на том, что мы куда-то поехали в сумму, что-то купили. Но с другой стороны, это же просто видео. То есть мы решили сделать такой инфоповод, такой, грубо говоря, не знаю, хайп. Ну понятно, да. Ну, грубо говоря, даже не хайп, а просто... Ну типа, так уж и вышло, что да, там, позволил себе, купил дорогую какую-то вещицу. Хочется рассказать. Ну да, почему нет-то? Я ценю всё в жизни. Я ценю эмоции, я ценю путешествия, я ценю жизнь, ценю свою работу, ценю своё дело, ценю вещи, которые я покупаю. И, ну, поэтому не знаю, можно ли меня назвать так, как меня назвали в последних видео, в тиктоках и так далее. Странно. Ну да. Ну, блин, мне кажется, ничего такого в этом нет, когда ты мечтаешь о каких-то более лучших условиях в жизни для себя. Каких-то более лучших, ну, одеяниях, ресторанах, местах, где ты отдыхаешь. Это же нормально мечтать и желать чего-то лучшего. То есть было бы странно, если бы, там, не знаю, вы мечтали о чём-то хуже, чем то, что у вас есть. Поэтому мне это не совсем понятно. Ну, просто понятное дело, что когда человек думает только о каких-то шмотках, о каких-то дорогущих вещах, ну, просто о каких-то именно вещах, да, а не думает, там, о своей семье, о их, там, настроении, о их здоровье. Ну, то есть, понятно тогда, да, странно. Ну, блин, мне кажется, это абсолютно никак не касается нас, не относится к нам, учитывая то, сколько всего мы делаем для наших семей, и как мы их любим, и, ну... Согласна. А, это не твой волос. Ты думала, что? Это мой волос прилип, а это масло такая от слайма. Да, да, я согласна с Юлей. Мне кажется, просто, например, взять фэшн-блогера какого-то, если он говорит только о шмотках и, не знаю, там, о всём подобном, это же не значит, что у него в голове только... Он не думает про свою семью, например. Или, там, не знаю, да. Да, поэтому... Я считаю, что у нас всего по чуть-чуть, да, материалист, может быть, я, но я не на всю голову матери... Материалист. Да. Я реально просто в шоке. Я поздравляю тебя с покупкой. Это очень красивая сумка. Она очень крутая, я осознаю, что я буду носить её очень много лет. Помните мою сумку от Майкл Корс? Чёрную. Я ещё видео снимала про мои вещички, мой минималистичный гардероб, так в видео называлось. И я там сказала, что это просто моя любовь. Я эту сумку даже в шкаф убрала, потому что, ну, я вот просто хочу, чтобы она как можно дольше прожила на этом свете в хорошем состоянии. И эта сумка, которую я сейчас взяла, она просто... Просто выше всех похвал. Просто мууууууу! И я понимаю, что это вот то, что я люблю, то, что мне нравится. Поэтому спасибо, братка. Да, мы скорее такой подарок друг другу сделали. Это очень тупо. Каждый купил за свои деньги, но типа мы друг другу подарили. И, ну, как это назвать, психологически легче. То есть я там отдала, ну, меньше денег, да, чем она стоит, сумка, хотя я отдала и своих, ну, в общем, это сложная система, но, типа, я не купила Карине подарок, а просто оплатила себе подарок, ну, короче, вы поняли, но зато каждая довольна, я считаю, что идеально. Подарки, это когда каждый доводен, да. Да. Не, ну, просто обычно в любом случае мы тратим примерно в равном денежном эквиваленте подарки, и нет смысла перекидывать денежку, когда ты знаешь, что, как бы, зачем лишний раз манипуляция. Да, то есть получается так, что мы одинаковую сумму друг на друга потратили на Новый год, на подарки, и не было смысла, конечно, заниматься вот этим, я тебе скину, ты купи, теперь ты мне скинь, я куплю. Ну, вообще, так, многие так не любят делать, и не могу сказать, что я себя... Мы странные? Ну, мы очень странные. Это странно, это странно, но это, типа, как в семье. Ну, да. Ну, типа, это, грубо говоря, как там, ну, не знаю. Ну, просто мы иногда делаем сюрпризы друг другу, а иногда делаем такие подарки, которые просто нам кайф. Я не люблю сюрпризы, я на самом деле часто об этом говорю, я не люблю сюрпризы, потому что для меня вот как раз-таки вот в плане... Ну, наверное, я не могу назвать себя вот этим материальным человеком, да, или как там правильно? Материалист. Материалистом, да, потому что для меня вещи, это не просто вещи, то есть я не хочу просто так какую-то вещь, я хочу, чтобы она была вот прям изысканной, то есть то, что мне нужно. В смысле, не то, что изысканной, дорогой, а именно только то, что мне нужно, а не то, что вот сюрприз, ну, мне не очень, конечно, то, что я люблю, но ладно, сюрприз, подарок буду носить. То есть для меня это вот, ну, не так. Мне очень важно так же и с едой у меня. Ну, для меня очень важно, чтобы мне это очень нравилось, потому что если мне это не нравится, я это не хочу. говорит, она никогда не ест еду, которая ей не нравится, то есть, я могу иногда, раньше, когда мне было рпп, я всегда ела, не нравится, не нравится, сейчас ешь, такая, не буду, ладно, а Юля, она всегда, сколько я её помню, она не ест, если ей не нравится, она может быть очень голодной, просто сверхголодной, она придёт, она либо перезакажет себе, либо даже чаще всего она этого не делает, она типа ест три ложки, этим вроде наедается, понимает, что не её... всё уже, ну да, вот, для меня тоже самая вещь, ну, для меня очень важно, чтобы мне это реально нравилось, чтобы я это вот с кайфом носила, чтобы я это любила, потому что если это не так, то тогда смысл вообще был в этой вещи, ну, то есть, поэтому, наверное, вот, исходя из этих соображений, я не могу назвать себя метеористом? Метеоритом. Я не метеорит. Некоторые, например, фашинистки, они могут купить сумку, которая не на неё особо нравится, но она в тренде, мы с Юлей, да, не особо такие, то есть, то, что нравится, то покупают. Ну да. Вчера я начала смотреть сериал, называется он Мёрз для меня, ты смотрела? Ой. Нет. Там, во-первых, три актера играют, которых ты знаешь, по-любому видела в фильмах других, во-вторых, сюжет просто супер, как будто ты смотришь очень длинный фильм. Недавно мы с Юлей поняли, что у нас, капец, какой разный вкус в сериалах, потому что мне, например, не зашли очень странные дела, Юля не заходит, друзья тебя не зашли, ходячие милиции. Я их особо не начинала. Не, ну, ходячие милиции я смотрела, просто в какой-то момент мне уже было так скучно, что... Ну да, тяжело себя заставить, я его начать, я понимаю. Так, что-то мне не нравится, где я еду. Я даже сотню не могу вернуться смотреть. Я тоже, я вообще забыла уже, что там было. Ну я примерно помню, но всё равно уже не то пальто. Да. Уже нет вот этого запала. Так, сейчас я попробую. Да, попробуй справа. Перевеститься. Короче, сериал Dead to Me. Очень советую. Юлия со Славой, я уверена, понравится 100%. Вот знаешь, иногда я сомневаюсь, типа как в друзьях или в чём-то ещё. Я могу сказать, да, ну, возможно, нет, но попробуй, пожалуйста. А тут я уверена, потому что он тебя с первых секунд держит. Ты смотрела, почему женщин убивают? Неа. Это тоже тебе понравится. Ну да ладно. Могу рассказать о чём. Ну да, я коротко так короче о том, что есть семья и у этой жены муж срывается на автомобиле. Его сбили? Его сбили, да. И она начинается с того, что это так, так сериал начинается. И она как бы грустит по этому поводу, идёт на вот эти вот всякие собрания, где обсуждают. Потеряли близких, обсуждения, поддержка. Да, и там она встречает девушку, которая тоже, типа, потеряла своего мужа, но потом выясняется, что короче, там с них не так просто. Да, и они начинают дружить. И короче, одна потом другую немножко, так скажем, ну, радость своих целей вроде используют. Ну короче, прикольно тем, что там как бы про убийство несколько их совершается, при этом там вообще всё переворачивается с ног на голову. И я не могу сказать много, потому что это будут спойлеры, поэтому, возможно, сейчас неинтересно то, что я вам сказала, но там суть в том, когда вы увидите актёров, которые в главных ролях, вы поймёте, что вам понравится. Надо посмотреть. Там два сезона, я посмотрела, блин, за вечер... А он завершённый, типа? Фиг знает, но там вряд ли будет очень много, ну что, знаешь, типа, снимать, потому что история как будто бы затянутый фильм. Ну что, нам 11 минут до дома? Да. Или это до твоего? А, до моего, по-моему. Кошмар, я думаю, так быстро, ну и что даже пообщаться не успеем. А сколько время вообще? До твоего 12. Ты реально? Ну вообще, что сейчас? Праздники. Я могу вот и светофоря постоять, для того, чтобы... Офигеть, а что-то как-то рано мы расходимся. Поехали в магазин за продуктами. Ребята, я уже дома и не одна, с новым месте приехала Карина. Сейчас мы красимся, мулюемся, чтобы поснимать тиктоки. Да, а то у нас с тобой давно не было съемочных тиктокерских дней нормальных. Прямо. Да. Мне кажется, месяца два уже. Домненько. Так, не обращайте внимания на бардак, я не успела прибраться, да и, в принципе, не особо торопилась. У меня были дела поважнее, например, подрати деньги. Я думаю, что... Вот так. Это бык. Он оценил то, что я на Новый год закрасила свои красные ногти, а сейчас вообще вовсе переделать в черные. Да, что? Да, собака сутула. Так, если любите меня, напишите, что моя кожа становится лучше. Когда мы пришли домой с Кариной, ну, в принципе, в магазине тоже я это заметила, что нет коробки, но только дома нас обеих осенило, что в магазине нужно просить, типа, дайте коробку. Упакуйте красиво, да. Да. Мне упаковали так, что, типа, вот как, знаете, как я вот в продуктовом покупаю себе продукты, и мы просто спросили, пакет надо? Я такая, ну, давай. Ну, короче, в этом духе. В общем, просто вот такой вот пакет, обычный черный, да, он тут какой-то квадрат, внутри которого еще один квадрат. Тебе нужен был бы коробка? Ну, а что, я дура отказывается от коробки? Я туда что-нибудь классненькое потом бы положила. А теперь смотрим. Пыльник. В чем пыльный? Пыльный пыльник. Вот. Сенаран. Детка. Это моя первая сумочка такого бренда. Вообще, первая моя вещь такого бренда. У меня, по-моему, даже косметика не было такое. Не знаю. Ну, короче, распаковываем. Ой, какая долгая интересная распаковка. Сейчас коробочку открою. Нет, просто пакет в пакете. Та-дам! Кому какая рада-ка? Короче, мы с Кариной просто офигели. В магазине вот этой сумки было два экземпляра. В маленьком. Нет, я думаю, в среднем. В среднем, да. И вот в таком большом варианте. И представляете, что? Ну, обычно цена достаточно сильно отличается. Да, средний и большой. Чисто тысяч на сорок. Ну, тысяч на сорок, да. Может, ну, хотя бы тридцать. А тут была разница. Что-то в духе типа десять тысяч. Но я, на самом деле, сразу же увидела большую сумку. Я поняла, что я хочу именно большую. Вот так вот я вам показываю. И она, наверное, даже не кажется большой. Но из брендовых больших сумок это моя, получается, вторая и первая была. О, нет, тут весь мусор вытищили. Блин, она очку таила. Блин, обидно, что без коробки таила. С другой стороны. Ну, да. Что с этими крупными? Она тоже такое себе. Вот такая красавица. Восхитительно. Я ставлю лайк. Мне кажется, она красивая. Она очень классная. Причем я сохла по такой сумке от Пинка. Сохла. Но думала, ай, ну ладно, у меня есть уже, ай, ну ладно, у меня есть сумки. Но сейчас я вам покажу, на замену чего я взяла эту. Просто вы поймете, почему. Вот это моя любовь. Это сумка от Майкл Корс. И я ее просто обожаю. Ну, это очень они похожи, конечно. Правда, по размерам они, кстати, отличаются тоже, конечно же. По коже, по застежке. Ну, в общем, вот это вот моя любовь, да, назовем ее так. Тут тоже такая стеганая. Сейчас бы сумку любить материалистка. Ну, блин, это нормально. Почему бы нет? Я бы так. Можно любить все в этой жизни. Даже воздух, конечно, надо любить воздух. Ценить его, спасибо. Короче, вот такая тоже черная, типа, как стеганая такая вот сумочка, да, или как-то правильно. С золотыми такими, ну, золотые какие-нибудь золотые. Вот. И здесь тоже есть отсек. Я безумно люблю эту сумку. Она просто, ну, нереальная, да. Я не говорю, что там бренд, не бренд сколько стоит. Ну, понятно, что тут очень большая разница в цене, но это вот просто моя любовь. И я понимаю, что она уже, ну, нет, она нормальная. Ее можно, конечно, еще носить, но здесь уже стирается что-то. Ну, потому что я ее ношу, понятно, гуляю с ней. Тут уже какая-то фигня. Ну, то есть, видно даже вот здесь вот она уже немножко такая поношенная. Ну, понятно, об куртку трется, еще что-то. Ну, я ее просто безумно люблю. То есть, она у меня стоит в отдельном шкафу, на отдельном месте. То есть, ну, прям у нее почетное место среди моих любимых сумок. И поскольку я большой фанат вот таких сумок, они у меня такие на каждый день, подо все. Такая вот прям все-таки дорогие сумки, это кошмар. Потому что я вот Карине рассказала, что моя сумка Диора, она у меня такая чисто на выход. Я ее вот, ну, просто вот пылинки с нее сдуваю. С одной стороны, нахрена такие тебе вещи дорогущие, с которых ты пылинки сдуваешь? Но, просто вот давайте посмотрим. Во-первых, конечно, по размеру, да, видно, что это больше. Но вы понимаете, почему я влюбилась в эту сумку, да? Потому что вот моя любовь, теперь вот моя любовь. Просто любовь любовная. Ну, конечно, тут все как-то вот более плавненько и новенько. И пахнет новенькой козей. Ну, и места здесь, конечно, больше. А я такой человек, я люблю с собой всякого подостать, чтобы потом спина болела. Мой аэропорт хорошо тебе ее будет брать. Да, она вообще офигенская. Это просто, ну, не знаю, сумка мечты, наверное. Ну, я тебя поздравляю. Она хорошая. Я люблю такое. Мне нравятся такие сумочки. Мы еще с Кариной обсуждали, что Карина говорит, что ей бы, наверное, больше подошла бы и понравилось поменьше вариант. А я вот не знаю, мне нравятся такие большие. У меня маленькие уже есть. Мне нужно уже тут такое, что большое, куда можно накидал всего. И водички, и сухариков. Да, это про тебя. Если что, она не смеется. Она реально всегда летает со своими чипсами. Липтоном, соком. Ну, а мы обычно рюкзаки для этого берем. Ну, это да. Я чипсы всегда с собой в другую страну привожу, потому что там обычно нет таких вкусных. Так что я счастлива. Теперь уберем тебя в шкаф и не будем носить. Я накрасилась для съемки тиктоников. Тиктоников. Ты слышала, что ты сказала? Да. Тиктоники, а не тиктоки. Твой поросячий взгляд. Ты заметила, что я тебе часть сделала? Ты оценила мой поросячий поступок? Завтра приезжает Слава, и у меня сегодня в планах сделать много всего полезного. Это убраться дома, смонтировать влог, что-то еще сделать. И еще завтра пойду отмечать день рождения моей подружки Нади. В целом, больше ничего интересного. Если честно, я до сих пор в шоке с того, что я сегодня пошла и потратила столько денег. Хочу себя я радовать. Хочу себя я баловать. Так что, наверное, на этом все. Не знаю, когда я буду в следующий раз снимать влог. По настроению. Сегодня как-то вот так день благоволил, что аж весь день снимала. И болтали, и в ресторан даже сходила. У меня сегодня вообще были другие планы на день. Ну как, нет, не другие. В целом, съездить в ЦУМ было в планах. Но как-то я думала, что это будет намного быстрее. Так, чисто приехал, сдал, другой шарф взял и поехал. В общем, ладно, ребят, спасибо большое, что смотрели этот влог. Надеюсь, что он был интересный для вас, понравился. Надеюсь, что никто там не думает о нас, что мы скорее на какие-то зажравшиеся, офигевшие... Ну, в общем, что вы там думаете, не знаю. В общем, хотелось бы сказать, что, конечно, счастье это не бренды, счастье не в деньгах. Но если у тебя есть деньги, есть желание порадовать себя какой-то покупкой, то, ну, почему бы нет? Вот каждый радует себя так, как может, так, как у него есть по возможностям, скажем так. Поэтому, если что, не обессудьте. Надеюсь, что просто вы искренне за меня порадуетесь. Вот, и спасибо вам за все. Всех люблю, целую, обнимаю. Будьте счастливы, здоровы, ждите мои влоги. Надеюсь, что вы их ждете. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok